Итак, тема будет в проповеди называться «Бог, ищущий Марию». Вы знаете, чтобы человеку, Иисусу, Христу родиться на этой земле, и чтобы спасти людей, потому что Он для этого родился, Иисус назван Спаситель. Мы все признаем, знаете, если взять, например, католиков, вы признаете, что Иисус является Спасителем? Они скажут, да. Во многом могут различаться, но то, что Иисус Спаситель, извините. У православных спросите, Христос это Спаситель? Да. Да. У харизматов, у протестантов спросите, Христос Спаситель? Да. И даже мы не от этого отталкиваемся, что думают об этом определенные динаминации. Мы знаем, что Слово Божие говорит, что в мир пришел Спаситель Иисус. Как Он пришел? Он пришел с очень сложным путем. Очень сложно. Потому что на этой земле с момента грехопадения человека зло царствовало, Люцифер царствовал. Он контролировал все через смерть, через страх смерти. Отвлекусь сейчас на одну секунду, братья и сестры, послушайте внимательно. Сейчас очень сильно по этой земле разгуливает вирус страха. Его, конечно, по-другому называют этот вирус. Это какой-то вирус, и такой-то вирус. Знаете, это вирус страха. И Он может атаковать не только людей вне, людей, которые не знают Бога, но и верующих людей, которые могли бы доверять Богу и не бояться. Иисус сказал, веруй, только веруй. Этому начальнику синагоги, он просил Иисуса, остановил, говорит, Учитель, приди, у меня дочь умирает, помолись за нее. Иисус говорит, да-да-да, я приду. А у Иисуса, знаете, человек, который является ответом, он целитель. Столько больных людей вокруг. И тут женщина, страдавшая кровотечением. Знаете, люди все от него что-то хотели, потому что он реально помогал людям, отвечал. И вот пока Иисус шел исцелять эту девочку, она умерла. Она умерла. И пришли к этому начальнику синагоги и говорят, не утруждай учителя, дочь твоя умерла. Успокойся, больше всего отстань от него. У Иисуса другие дела. Моментально Иисус реагирует. Моментально. Понимаете, этот начальник слышит в синагоге эту ужасную новость. Его доченька умерла. И эту же новость слышит Иисус. И реагирует моментально и говорит, не бойся, только веруй. Иисус в духовном мире арестовывает эту ситуацию. Арест происходит. Он говорит, стоп! И бесы, они не могут ничего. Это она замороженная, эта ситуация. До тех пор, пока ты сделаешь решение. Как только ты принял решение верить, даже если, видимо, умерла, она сейчас воскреснет. И что произошло? Она была мертвая, но Иисус помолился, и она стала живая. Иисус сегодня тебе также останавливает и говорит, не бойся, только веруй. Не бойся, только веруй. Акцент ставится на веру, чтобы у нас были доверия сегодня Богу. Итак, Иисусу нужно спасти мир. Но для этого нужен человек, который согласится, чтобы через него пришел Спаситель на эту землю. Бог видел, что человек, проживая свою жизнь, умирает и погибает. Так как, живя во грехе, нельзя ни на что хорошее рассчитывать после смерти. Каждый человек жил во грехе. И вот Бог видит, несколько тысячелетий люди рождаются, проживают жизнь, умирают. Рождаются, проживают жизнь, умирают. Поколение за поколением. И, к сожалению, лучше они не становились, потому что грех мутирует и прогрессирует. И Бог, Бог, Он сделал план, создал план по спасению человечества. Что в этот мир должен прийти Спаситель, который спасет, который изменит ход. Вы понимаете, что тысячелетиями ничего не менялось. Дьявол через смерть, через страх смерти контролировал царями, империями, всеми людьми. И это не было шуткой. Люди знали, что они могут умереть, если они что-то сделают неправильно, если они как-то будут по-другому себя вести. Не они хозяева, а он хозяин, а они послушные рабы. И в мир пришел Спаситель. Но как он пришел? Он пришел через девушку. Через девушку Марию. Это Матфея, 1 глава, 18 стих. История рождения Иисуса такова. Мать Иисуса, Мария, была обручена с Иосифом. Но прежде чем они поженились, оказалось, что она беременна. Опа! Прежде чем они поженились, она оказалась беременна. Но они не имели близость. Они не имели близость. И она оказалась беременна. Младенец, которого ей предстояло родить, был от Святого Духа. Жених Марии, Иосиф, был человеком праведным. И узнав об этом, хотел тайно отпустить Марию, не предавая дело огласке, чтобы не опозорить ее. Почему? Потому что закон Моисея говорил так. Иосиф знал, что он не был в близости с Марией. И вдруг она беременна. В помолвке. Какая мысль может возникнуть у мужчины? Какая, первая? Ну, наверное, он так сразу, наверное, и подумал. О, это, наверное, от Бога. Мужики же так же думают, да? Если жена где-то изменила, забеременела, а он с ней не был. О, наверное, от Бога. Ни один в жизни никогда человек такой не поверит. В такие сказки. От Бога. И он точно знал, что она изменила ему. Он точно в этом был уверен. И поэтому, из-за того, что он был благородным человеком, он не хотел ее опозорить, потому что ее надо было бы вывести перед людьми и побить камнями насмерть. Это означает, она остается на колени, подходя с большим камнем, бьют по голове, она падает, и все остальные закидывают камнями за грех прелюбодеяния. Но она этого не делала. Вот представляете, есть проблема на земле, есть проблема. Люди, проживая жизнь, идут в ад. А куда еще? А куда еще идти, если человек всю жизнь грешил? Куда? На небо? Это абсурд, когда я слышу, царство ему небесное. Какое царство ему небесное? С чего ему царство небесное? Ну, нельзя так о покойнике говорить, надо только хорошее. Лучше-то вообще ничего не говорить. Но уж точно не царство небесное. Нету ему царства небесного. Он в аду сейчас ждет своего суда. За то, что он жил без Бога и грешил. И представляете, что Бог видит, что его творение живет без него. И не нуждается в нем. Он устал от этого, и он захотел быть с человеком. Вы знаете, есть проблема. Человечество идет в ад. Но как решить ее? Надо послать в мир Спасителя. А кто поможет? Через кого придет? Через кого прийти Иисусу? Кто согласится на такую роль? Кто хочет запятнать свою репутацию? Кто? Ведь мы даже сегодня стесняемся благовествовать о Христе, рассказывать знакомым или друзьям, или людям. А Марии нужно было, представляете, родить Иисуса, не имея близости с мужем. Она знала, что она потеряет его. Она знала, что Иосиф, когда узнает об этом, он ее оставит. И вы знаете, что? Иосиф действительно хотел ее оставить. И давайте прочитаем, что он хотел ее отпустить. Но когда он принял такое решение, ему во сне явился ангел Господень и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся взять Марию в жены, потому что младенец в ней, от Святого Духа, она родит сына. И ты назовешь его Иисус, потому что он спасет народ свой от грехов. Он спасет. Понимаете? Понимаете, что Иисус – это единственная надежда. Это не один из вариантов. У нас вариантов нету. Мы однажды умрем и предстанем пред Богом. Мы перейдем в духовный мир. Людям очень страшно умирать. Почему? Потому что они живут без Христа. Сегодня тот день, когда нужно открыть свое сердце для Иисуса. Я хочу даже заявление сделать ко многим верующим, которые просто верят в Иисуса, но их сердце закрыто. Я хочу сегодня обратиться и сказать, откройте свое сердце для Христа. Ничего не изменится от того, что вы верите в Иисуса. Просто верите. Ничего. Если сердце закрыто, и вы просто верите, ничего не изменится. И изменяется только тогда, когда Иисус рождается. Вот когда изменения произошли на земле. Когда? Когда Иисус родился. И это была жертва. Во-первых, Бог отдал своего единственного сына. У Бога не было, знаете, многодетная семья. У Него был единственный любимый сын. И Он жертвует его. Он жертвует его на землю, чтобы он пришел и совершил эту великую миссию и спас людей. Мария жертвует своей репутацией. Она знает, что если она согласится на эту роль Бога-матери, так можно сказать, то ее оставит любимый человек, потому что ей будет не доказать. Ей будет не доказать, поверьте. И она даже успокоилась. Она ничего не стала решать. Пусть это Бог решает. И Бог сам поговорил с Иосифом и сказал, это святое. Дальше. Мы знаем, что пришли волхвы с востока. И они сказали, где родившийся царь Иудейский? Ирод услышал и испугался. И он сказал, всех детей от ноля до двух лет надо просто вырезать. Их надо всех истребить. Чтобы мы не знаем, где этот Иисус. Мы не знаем, где Он спрятался. Но если Он царь, то Он угроза. И Он дал приказ всех детей в Израиле убить. Посмотрите, Бог жертвует. Мария жертвует своей жизнью. Вне брака. У них еще свадьбы не было. Она беременеет. Она уже имеет в себе плод. А как потом перед соседями объяснять? Как? Вот что? Как ей жить? У нее опозорена репутация. У нее опозорена жизнь. Мы так думаем, что все так было светло. Вы понимаете, что Иисусу очень сложно прийти, бывает, в жизнь человека. Есть очень много сложностей. Есть много обстоятельств. Но Его любовь к человеку помогает Ему прийти. Он все сделает для того, чтобы достигнуть тебя, дорогая душа. Никогда Рождества не было бы на земле, если бы у человека все было бы хорошо. Если бы у человека не было проблем, если бы у человека не было бы беды, если бы люди не шли в ад, никогда Иисус не родился бы на земле. Вы хотели бы родиться на свалке? Вы хотели бы жить вот там вот на свалке и там же ходить, кушать, там собирать все? Жизнь такую хотели бы? Иисус, Он существовал до рождения на земле. Он был Богом. И Он оставил всю славу небес. Почему? Потому что Он тебя любит. Это единственное, как тебя можно спасти. Это прийти на землю и умереть за тебя, за твои грехи. По-другому никак, никак не найти вариантов. Невозможно просто грешника взять и поднять на небеса. Это невозможно. Поэтому Бог пришел во плоти и умер за нас, отдав свою жизнь. Итак, жертвует Отец Небесный, жертвует Мария, в жертву приносятся младенцы. Вы представляете, какой сложный путь? И ты, это цель достижения этого пути. Ты, дорогая душа, Иисус родился специально ради тебя, чтобы ты имел жизнь вечную. Чтобы ты не погиб. Как я рад, что до меня это дошло. Как я рад, что Бог пришел и спас меня. Я осознаю это. У меня не притупляется чувство. Я осознаю, от чего спас меня Иисус. От какого страшного ада я спасен. И я благодарен Ему. Поэтому я проповедую. И сегодня Бог, Он ищет, через кого бы Он мог прийти. Он просто так не может прийти на эту землю. Ему по сей день нужен человек. Он по сей день хочет рождаться. Рождество не закончилось. Рождество продолжается. Этот, 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 как сказать, способ, он происходит. И происходит. И происходит. Рождество происходит. И происходит. Однажды Он родился на земле. Но каждый день Он хочет рождаться на земле. Вновь и вновь. Только в сердцах людей. Он хочет рождаться в сердцах людей. Только так Он может преобразить. Потом, когда Иисус вырос и вышел в служение. Мы видим это уникальное служение. Он исцеляет больных. Он воскрешает мертвых. Он прощает грехи. Он кормит людей. Он дает людям надежду. Он прощает. Он спасает их от смерти. И представляете, когда люди, например, да, допустим, те десять прокаженных. Притча от десяти прокаженных. Они кричали, издали и просили. Иисус, сын Давидов, помилуй нас. Он говорит, идите, покажитесь священнику. И они послушались. Пошли показываться священнику. И когда шли, очистились. Представляете, чистыми стали. Они только что гнили, воняли. У них тело, понимаете, отваливались органы. И благодаря Иисусу они стали чистыми. Их тело стало здоровым. Абсолютно крепким. Все. Новая жизнь. И, к сожалению, сам Иисус им не был нужен. Вы представляете? Когда люди получали исцеление. Когда люди получали освобождение, слух, бесы выходили. Женщину хотели за пролюбодеяние убить камнями. А благодаря Иисусу ее не убили. Иисус ей говорит, иди, больше не греши. И благословил ее жизнь. Много-много. Люди получали исцеление вот так. Но это только одна сторона. Вот так. До этого, какое большое предисловие. Сколько жертвы нужно было принести. Вот мы сегодня видим людей. Мы видим мир. Мы видим праздник Рождества. Но там абсолютно нету Иисуса. Даже упоминания об Иисусе нету. Фильмы какие-то включишь. О, с Рождеством, с Рождеством, с Рождеством, с Рождеством. С каким Рождеством? Ну, если Рождество только одно может нести, один смысл. Это рождение Иисуса Христа. Но в фильмах вообще нету Иисуса Христа. Они одевают красные шапочки, весело, все. Бубенцы звенят, гномики приходят. А потом у детей страх по ночам. И вы знаете что? Иисуса нету. И я удивился, думаю, как так? Как дьяволу удалось вытеснить Иисуса? Ведь Рождество, мы все понимаем, что это должно быть об Иисусе. Это Он родился. Но Он сделал так, что Рождество. Но Иисуса там нет вообще. Я сегодня хочу обратиться и сказать, дорогие люди. Я всего лишь человек. Стою здесь, говорю. Но я молюсь, чтобы Дух Святой донес вам эту истину. Чтобы сам Бог сейчас действовал и коснулся тех людей, в чьих сердцах еще нету Иисуса Христа. Послушайте. Это рождественское заявление. Если у вас нету Иисуса Христа в сердце, вы не имеете надежды. Я вам честно хочу сказать. Я хочу вам сказать правду. И пожелать вам быстро изменить эту ситуацию. Позволите Иисусу родиться. Позволите Иисусу родиться. Только так происходят изменения в жизни. Вы послушайте. Когда речь идет об Иисусе, ад становится на дыбы. Он сделает все. Везде закрутит гайки, где только может. Вот Иисус родился. Ну что плохого? Почему детей надо убивать? Всех детей вырезали. Почему Красное Рождество? Это кровь этих младенцев. Младенцы от нуля до двух лет. Всех убили. Ирод хотел убить Иисуса. Он не знал. Поэтому он сделал вот такой, вы знаете, диапазон. От нуля до двух лет. Чтобы точно вырезать Иисуса. Но он не смог это сделать. Он не смог. А эти младенцы все на небесах. Бог сегодня видит, что мир погибает. Даже поздравляя друг друга с Рождеством, вообще не имея даже значения об Иисусе, они погибают и идут в ад. Люди идут в ад. Это правда. Это страшная истина, которую я вообще не хотел бы говорить. Никогда. Но не было бы Рождества, если бы люди не умирали. Не было бы Его. Нету смысла Богу рождаться. Зачем? Если бы человек не оказался в беде. Сегодня люди находятся в той же беде. И нужна эта Мария. Она нужна. Это уже не просто эта девушка. Это уже мы с вами. Послушайте, апостол Павел стал этой Марией, через кого Иисус родился. В той местности, в той местности. Он пишет и говорит, я родил вас благовествованием. Вы понимаете, что Мария – это не просто уже девушка. Это функция. И Бог, Он ищет сегодня верующих, через кого бы Он мог прийти и родиться. Очень много людей слышат об Иисусе и знают, что Он есть. Но сердце их закрыто. А вот это важно. Недостаточно верить в Бога. Недостаточно верить в Иисуса. Недостаточно верить в ад и рай и Голгофу. Этого недостаточно. Важно, чтобы Иисус родился в твоей жизни, в твоем сердце. И как апостол Павел говорит, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Вы понимаете? И вот Иисус, который родился, ко многим верующим хочу обратиться. Если в вашей жизни родился однажды Иисус, позвольте Ему возрастать. Как Иоанн Креститель сказал, ему должно расти, а мне умоляться. Вот это смысл Рождества для верующих. Ему теперь нужно расти. Он для чего родился? Конечно, Он родился, чтобы тебя спасти. Но у Него есть функция. Это благословлять людей и быть ответом для людей. Послушайте, по сей день сегодня эти Марии среди нас, те, через которых мы уверовали, те, которые принесли нам Христа. Послушайте, эта девушка, да, Мария, через которую родился Иисус, она не знала всего масштаба, что произойдет. Она не знала, но Богу было сложно найти девушку, которая согласится запачкать свою репутацию. То есть, она ни во что поставит свою репутацию ради плана Божьего. И она согласилась. Посмотрите, когда ангел... Луки, 1 глава, 26 стих. В шестой же месяц послан был ангел Гаврил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу, именем Иосифу из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в очреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. И будет царствовать над домом Якова вовеки, и царства его не будет конца. Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю. А ангел сказал ей в ответ, Дух Святой сойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется сыном Божьим. Посмотрите, 38 стих. Тогда Мария сказала, все раба Господня, да будет мне по слову Твоему. И отошел от нее ангел. И сразу после этого, 46 стих, и сказала Мария, величит душа моя Господа, и возрадовался Дух мой о Боге, спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды. Она стала поклоняться, она стала прославлять Бога, она не стала роптать, Бог, из-за тебя я потеряла мужа, Бог, из-за тебя я опозорена, что я маме с папой скажу. В помолвке уже беременная, что я скажу, она не стала роптать, она не стала, она всего не понимала, это же молодая девушка. Возможно, ей было лет 16 даже, это на Востоке, тогда раньше отдают замуж. Так говорят ученые, я не знаю. Пришло время, пришло это радостное время. Вы понимаете, что настолько чувства все переплетены, тут и жертва, и одна, и другая жертва, и тут же радость, что родился Иисус. И смотрите, когда Иисус родился, ангелы стали петь «Мир на земле». 12 лет на земле не было войны, когда родился Иисус. 12 лет ангелы провозгласили мир, и был мир на земле, войн не было. Вы можете себе такое представить? Когда Иисус родится в вашей жизни, у вас закончатся проблемы, те, которые вы имели. Может, у вас появятся другие проблемы, но вы будете решать вместе. У вас будет радость сердца. Вы не будете одинок. Христиане, которые страдают за Христа, отдают свои жизни. Их сегодня режут, как скот в мусульманских странах. Они знают, ради чего они это делают. Они знают, в какую лучшую жизнь они идут. Послушайте, нам нечего терять. Мы все потеряли, и мы обрели самое главное. Мы обрели Иисуса Христа. Мы впустили Его в свое сердце. Дорогие друзья, я сегодня обращаюсь к каждому. Если в вашей жизни нету Христа еще в вашем личном сердце, Он не вошел, Он не родился, то это время, это то время, когда нужно это сделать. И должно прийти желание. Должно именно прийти желание и нужда. Господь, помоги мне. Господь, я осознаю. Господь, я нуждаюсь. Какая радость от того, когда Иисус рождается. Какое счастье. Я пережил такую радость, невероятную радость, когда Иисус родился в моем сердце. Было больше 20 лет назад, летом, в моем сердце произошло Рождество. Бог сегодня хочет родиться в вашем сердце. Позвольте Ему, откройте Ему свое сердце. Давайте сейчас закроем наши глаза и помолимся. Дорогой Небесный Отец. Дорогой Небесный Отец.